Привет, дружище! Меня зовут Шамбо, и мы геройствуем в мире меча и магии. Проходим кампанию за Роланда. В прошлой серии мы в основном воевали с некромантами, захватывали их замки, а затем запись прервалась. И мою войну с чернокнижниками никто не увидит. Как я ранее сообщал, в героях есть такие карты, которые просто идеально записываются, а вот бывают те, с которыми возникают проблемы. Последняя карта в кампании Роланда как раз оказалась проблемной. Суммарно я где-то записываю ее уже больше пяти часов со всеми отрывками. Первый раз я полностью ее прошел, ничего не записалось, потом снова и снова. Ну вот, в общем, будет сейчас финальная битва против Арчибальда, он вот здесь в замке сидит. Против чернокнижников я боролся с помощью заклинания «Портал города» и «Портал». Либо возвращался защищать свои города, либо с помощью «Портала» продвигался по карте и атаковал чужие. У чернокнижников почему-то очень плохо были построены замки, а именно в Аламаре. Только в Аламаре была построена башня для черных драконов. В Сорпигале. Либо для зеленых только стоял, либо вообще не было башни. А вот здесь была башня для красных драконов. И из-за вот такой вот ошибки очень легко удалось одолеть чернокнижников. Затем пришлось вызвать корабль. Где-то отсюда я сел на корабль и поплыл по вот этой вот реке. Здесь на севере, как и в карте финальной миссии Арчибальда, был дядюшка Эд. Но в прошлый раз он поддерживал Роланда, а теперь поддерживает Арчибальда. Какой-то странный дядюшка, и он вот здесь вот катался между всякими этими шахтами. Если вы знаете, кто такой дядюшка Эд, пишите в комментариях. Итак, затем я пособирал войска. Удалось собрать 35 титанов, 22 архимага, 51 могучий лич, 18 фениксов и 49 драконов. Характеристики Эрлонда, 11, 10 атак, 11 защиты, 17 силы магии, 20 знаний. У Арчибальда характеристики были получше. Последний миссий, ладно, давайте уже побеждать. Замок Арчибальда находится в весьма странном месте, потому что здесь куча вулканов, лава. Не безопасно в таких местах что-то строить. Ну что ж, Арчибальд, последняя битва. Итак, характеристики Арчибальда. 7 атак, 8 защита, 16 силы магии, 14 знаний, мораль кровавая, удача божественная. У него в армии 44 черных дракона, 69 царей-минотавров, 91 гаргулья, 46 гидр и 81 грифон. Давайте что-нибудь сколдуем. А общее благословение, на кого у меня подействуют? Я вот не помню, на титанов действует благословение или нет. Сейчас проверим с помощью обычного. Да, действует, значит, как раз-таки можно использовать. Давайте всех благословим. На драконов не подействует, на лечей, потому что они нежи тоже не подействуют. Отлично. А теперь, фениксы, вы сюда не полетите, иначе это будет смерть. Встану где-нибудь вот здесь, чтобы быть между магами, лечами. Арчибальд ломает защиту титанам. Черные драконы. Удачная атака. Минус 9 титанов. Но в любом случае идти в размен придется, так как драконы не отстанут от титанов, поэтому давайте, что ли, атакуем. Убито 3 черных дракона, погибло в ответ 4 титана. Плохо. Минотавры вышли на охоту. Маги их атакуют. Минус 12 царей минотавров. Удачная атака горгулей. Погиб 1 титан. Ох уж эти соперники с их вечной удачей. Лечи атакуют минотавров. Погибло 22 царя минотавров. И драконы будут биться со своими братьями, которые были на стороне Арчибальда. Удачная атака черных драконов. Погибло 15 вражеских черных драконов. Грифоны атакуют лечей. 4 леча погибло. Удачная контратака лечей. Минус 21 грифон. А теперь можно использовать еще какую-нибудь магию. Что было бы полезно. Стальная кожа. Увеличить защиту для титанов. Это бы помогло. Общий щит от опора против стрелковых атак вряд ли будет необходим. Можно сделать убийцей драконов, титанов. Или увеличить им защиту. Сколько у них сейчас, кстати, защита? 23 единицы. Я не думаю, что увеличение защиты на текущий момент сыграет большую роль. А вот убийце драконов было бы интересно. Титаны стали убийцами драконов. Фениксы будут атаковать царей Минотавров, пожалуй. Удачная атака. И все царей Минотавров погибли. Ачебальт вновь ломает защиту титану. Атака драконов. Минус 3 титана. Титаны контратаковали. Минус 3 дракона. Что-то убийца драконов как-то слабенько работает. Давайте лучше ударим горгули. 72 горгули погибли. Маги. Отойдите чуть подальше. Потом будете стрелять. Личи. Личи тоже могут только либо в ближнем бою, либо разбираться с грифонами. Так, но грифоны в любом случае от них не отстанут, поэтому давайте ударим их. 11 грифонов погибло. В контратаке 2 леча пала. Драконы разбираются с черными драконами. Так, можно снова использовать магию. Предлагаю воскресить парочку титанов. Сколько воскреснет? Сейчас их 18. Два титана. Не так уж и много. Фениксы уничтожают всех грифонов. А титан умирает от стрел башни. Драконы атакуют. Еще два титана погибло. Утарантака и титан уничтожили трех драконов. Давайте добьем горгулей. Маги стреляют драконов. А лечам лучше не стрелять. Сюда они выстрелят гида. Минус 7 гида. И сейчас черные драконы могут добить своих собратьев. Нет, осталось двое. Так как бы фениксам атаковать так, чтобы они не задели титанов? Наверное, с вот этой клетки будет безопасно. И давайте еще воскресим парочку титанов. Отлично. И теперь титаны метают молнию в гидр. 21 гидра погибла. Маги стреляют в гидр. 5 гидр погибло. Личи. Еще 5. И уже 8 гидр погибло. Ну и черные драконы сжигают последние. Армия Арчибальда пала. За мужество, проявленное в бою, Роланд получает 24 145 очков опыта. Потери 16 титанов, 9 могучих лечей, 1 черный дракон. Вы захватили ожерелье тайной магии, свиток высшего знания. Навыга, да любой. А этот всемогущий щит. Едва вы добрались до артефакта, как предмет, мистическим образом исчез. У Арчибальда был всемогущий щит, который увеличил атаку и защиту на 6 единиц. Красный игрок сокрушен. Вы захватили Бриндамур. Вы победили. Мой брат Арчибальд, карая тебя за преступление против меня и моего королевства, я проявлю милосердие, которого никогда не смог бы ждать от тебя. Ты будешь обращен в камень и заключен в западной башне до тех пор, пока одно из будущих поколений не исполнится жалости и не вернет тебя к жизни. В любом случае, знай, что ты никогда больше не увидишь корону. Поздравляем. 313 дней рейтинг Титан. Вот это я в прошлый раз проходил эту кампанию. Также за 313 дней, но тогда это на запись не попало. А кампания Арчибальда была пройдена за 589 дней. Но здесь было отличие в том, что за Роланда я старался побыстрее и более удобно для зрителей пройти кампанию, чтобы она не разделялась на много миссий. За Арчибальд даже более детально обследовал карты и старался растянуть, так скажем, удовольствие. Как-то так. В целом, если сравнивать эти кампании, у Роланда в кампании постоянно была нехватка чего-то. Сначала нехватка армии. Собираем армии. Роланда говорит, что ему не хватает ресурсов. Давай, генерал, собирай ресурсы для Роланда. Но при этом он армии использует для обороны земель. Как только собрали ресурсы, там еще что-то ему не хватало. То есть, чисто из описания я не понимаю, каким образом Роланд, в принципе, мог бы победить в этой войне, потому что у Арчибальда таких сложностей не возникало. Кроме того, у Арчибальда есть костяные драконы, есть черные драконы. Есть еще дикие варвары. Я не знаю, за счет чего официально Роланда мог победить. Разве что он действительно добыл эту корону в то время, как Арчибальд потерпел неудачу. И с помощью силы этой короны смог переломить ход сражения, потому что других вариантов, ну, попросту у меня не остается. Даже если рассматривать ту ситуацию, что Роланд одолел Карлагона, захватил его в плен, в предыдущей миссии побеждал Арчибальда, то в последнем сражении против нас очень сильная армия выступала. И подход к замкам Роланда был со многих сторон. К Арчибальду в финальной миссии против Роланда подход был только по двум тропинкам. Это было не так сложно обронять. Кроме того, здесь были пустоши, здесь была пустыня, по которой очень хорошо передвигаются варвары. Но если войска Роланда, генералы армии Роланда не получают наук следопыта, это очень сложно преодолеть. Мне действительно повезло, что выпало заклинание Портал Города и также обычное заклинание Портал. Без этих заклинаний это было бы гораздо-гораздо сложнее. Ну, в общем, если Роланд победил в официальной истории, то я считаю, что это было какое-то чудо, либо идеальное стечение обстоятельств, как у меня сейчас произошло Портал Города, Портал, и в замках чернокнижники не развивали драконов. В общем, на этом заканчиваются две основные кампании. Будем теперь смотреть новые кампании, которые, не знаю, когда были добавлены, возможно, дополнениями, а может, это просто кампании от самих игроков, которые были действительно хорошие, интересные, их добавили в золотое издание. Также, если вы знаете, что это за кампании, пишите в комментариях. Ну, то есть, не что конкретно о них рассказывается и происходит, а именно это как дополнение кампании или созданное игроками. Ну, а на сегодня спасибо всем за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.